Так, начальник стройки Жучка, доброе утро, добренькое, добренькое утро, как у вас делишки? Хорошо, хорошо, птички поют у нас, да? Жучок, у нас птички поют, да? Птички поют, мой хорошенький, птички, птички. Ну чё, не показали мы вчера, что наши трудяги сделали? Не показали жучок, ох ты мой хорошенький, да, 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 чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух, ну, ну чё, пойдём посмотрим, что наши работяги сделали, ну вот видите, жучий, будь здоров, будь здоров, будь здоров, работяги уже начали класть ОСБ на крышу, вот, я так понимаю, они со второго этажа, Хотя вот я им говорю, чтоб укосины поставили, но делают по-своему, говорят, достаточно вот этих укосин они держат пока, потом поставят вот такие вот укосины здесь. Ладно, я же не буду вмешиваться в процесс их работы, кто-то справа налево делает, кто-то слева направо, кто-то сверху вниз. Они решили покрыть крышу сначала, а потом уже перейти вниз. Вот вчера приехал материал, половая доска, уже будут сейчас класть полы. Рабочие вот тут-вот идут ещё, вот тут-вот, они ещё не пришли, но жучка всех чует, всех чует, да? Да, жучка, молодец, молодец, вот какой, вот какой у нас охранник, вот какой сторож у нас, да, жучка? Молодец, молодец, побреши, побреши с утра пораньше. Время-то полвосьмого, соседи ещё не встали. Вставайте, вставайте. Соседи, видите, тоже приехали у нас все на самоизоляцию, изолировались. Давай, буди всех. Петухов у нас нет, жучка? Петухов-то нет у нас. Вот ты вместо петушков. Всё, всех будем. Молодец, молодец. А сегодня, вы знаете, морозец. Смотрите, да, машина-то вся в ине. Морозец, морозец минус 5 градусов был сегодня. Вот так вот, вот такое вот у нас лето. Ну вот, вот такая вот система у нас выстраивается. Ну, уже начинает быть на что-то похожее. У нас спальня вот там вот, вот. И обычно в это окно с рассветом солнце долбило. Но вот теперь из-за крыши уже солнце не долбит. Нас не будет, во всяком случае. А то с 7 утра уже всё, пора вставать. Солнце встало. Так хоть можно будет поваляться часов до 9. Ну что ж, я думаю, что процесс идёт. Процесс идёт не быстро. Но я думаю, нормально. Нормально. Ну что, жучка, веселишься? Гулять собрался? Гулять собрался, да, жучка? Ну, молодец, молодец, молодец. Так, жучка у нас направляется на купание, да? На купание у нас жучка отправляется. Сегодня ночью минус 5 было. Сейчас тоже холодрыга. Ну не знаю, градуса 2, наверное. Ветер холодный такой дует, ужас, слышите? Ну что вы думаете, жучка пропустит банный день сегодняшний? Нет. Вот, мост железнодорожный впереди. Под ним жучка, как обычно, сейчас сделает заплывчик. Жучка, видите, держим. Вот, Анжела отвязываю. Отвязываю, а то она очень хочет купаться. А я пою сейчас, мы проводим все. Вот так, как сильно. Жучка, пуск! Давай, давай, иди, иди. Ты что только ножки помочила? Жучок, ты что только ножки помочила? Иди плавай, иди плавай. Вот ты мой хорошенький. Попил, да? Всю клязь ему выпьешь. Ты так каждый день пьешь, пьешь. Всю клязь ему скоро выпьешь. Давай, давай, давай. Бур, вот, отряхнулся в воде. Это же главное, в воде отряхнуться. Да? Все, вышел, можешь уже не отряхиваться. Молодец. А, нет, еще разок отряхнулся. Отлично, отлично, жучка. Посвежее стал, да, чуть-чуть? Посвежее. Жучка, ну ты дурачок у нас. И куда ты пошел? Куда пошел? Какой ветер здесь сильный, а? Куда ты пошел, жучка? Вот мы знаете, что думали? Жучка-то у нас всего год, если ей 6 лет. Ну пусть 2 года она где-то там скиталась, но 4 года-то где-то она жила, потому что она точно сидела на цепи. Когда мы ее на цепь сажаем, она спокойно сидит на цепочке, не гавкает там, не вырывается, не пытается. То есть, пёс был приучен к цепи. Ну так 4 года как-то ее звали? Ее жучка только один год зовут? Вот интересно. Надо как-то говорить имена, и если она на них будет реагировать, то значит ее звали так. Анжела, давай придумывай, какие там имена собачьи есть. Найда? Найда, Найда? Нет. Рекс это мужское имя. Какая разница? Как-то какая разница? Давай, женские, какие кроме жучки есть? Ну, нормально. Нормальные, какие? Я вот кроме Найды, Найда какая еще есть? Найда какая еще есть? Чарли, женское имя мужское? Чарли мужское. Слушай, а женских имен больше нет, кроме жучки, значит? Может, ее мужским именем тогда звали? Ну давай, какие имена? Пойдем в ту сторону, пойдем сейчас вот туда вот, к комвольному комбинату, покажу вам замок наш Павлопосадский, а жучку будем сейчас пробовать окликать другими именами. Потому что когда ей говоришь, жучка, 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 вот видите, повернулся. Ветер просто в ее сторону. Так, ну жучке бы еще, наверное, подошло имя Белка, да, так как она белая собака была. Белка, 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 она на все отлигается. Альма, 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 нет, точно не Альма. а вот белка 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 жучка белка нашла след ну жучка ты не белка ты андатра что такое так ну-ка след анжела открыл видите google google решила спросить у гугля какие собачьи имена и только альму нашли но такие чтобы дворовые были дворовые альма до альма альма есть такое альма но вот анжела нашла одну альма а я уже 2 найда и белка но я не знаю стрелку мы не будем брать мне кажется это все-таки у роскосмоса там патент на них белка 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 нет жучка 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 нет вот на жучку все-таки она лучше откликать значит и не белка и не найда или найда лайка есть такое нет не знаю лайки на лайки наверно нету ну что искупался жучок идем комбольному комбинату вон он там торчит одна башенка его сейчас деревьев нет с этой стороны он должен хорошо быть увиден дина 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 вот дина тоже да наверное есть такое собачье имя или или нам показалось дина дина по-моему дина была до была до анжел дина или как это производная от дингу нет жучка тоже нет жучка жучкой было тоже мне кажется если мы тут не можем вспомнить то я думаю жучка жучкой было носок как валяется жучка не надо носки собирать чужих у нас своих хватает так жучки далеко пошли гулять сегодня у нас дрелят в доме целый день поэтому решили уйти а то голова вообще сломается вот вы меня спрашиваете почему на первом канале фильмов нету ну вот честно говоря с утра до вечера там дрель стук я даже записать не могу вот не могу записать это помимо того что ну сами можете представить какая головная боль с этой стройкой их нужно контролировать постоянно то одно то другое то привезли что-то то заказать материал ну вот так что к 17 числу я готовлю фильм видите недаром вспомнили белку и стрелку сегодня кстати день космонавтики друзья поздравляю всех днем космонавтики сегодня кстати еще и вербное воскресенье вот ну и пошли гулять далеко идем гулять вот видите слева у нас павловский посад то есть вот через клязь мы это мы уже дошли до города это город павловский посад тут район корнева то есть корневская улица раньше было село тоже корнева ну и вот там вот комвольный комбинат он как раз на корневской улице с этой стороны у нас озеро с таким интересным названием сапожок озеро сапожок вот а за озером у нас идет кладбище не знаю сейчас попробую приблизить он видите да вот она кладбище и такой спуск идет к озеру ну а почему это озеро называется сапожок вот я не знаю вот смотрите на карте ну можно сравнить его сапожком но с той же италии вряд ли хотя кто знает как оно было изначально то есть может изначально у нее была другая форма вот именно может быть форма сапожка а сейчас что-то изменилось жучка ты чё там забыл жучка кого ты потерял то что у тебя там жучка что-то и счет нашел смотри а давай 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 может клад сейчас найдешь жучка да и мы разбогатеем плюнем на эту пристройку купим комвольный комбинат и там заживем вот уже близко видите башни комвольного комбината виднеется такая турель да или ладья как и назвать сейчас покажу поближе ну вот максимальная близко подошел ведь какая турель прям ну я не знаю башня вот вопрос для чего в комвольном комбинате то есть ну швейный швейная фабрика грубо говоря и вот для чего вот такие вот башни очень интересно да вот смотрите прям прям ладья вот не хватает не хватает просто еще какого-то крепостной стены высокой с бойницами и все и замок получается конечно солнце прям в глаза за тучи может быть не очень хорошо видно ну можно конечно прилететь сюда с квадрокоптером поснимать с этой стороны вообще комвольный комбинат достаточно интересное строение жучка жучка ну вот смотрите видите здесь прям с одной стороны у нас получается снт клязь минская вот здесь такой интересный даже смотрите вода прям прям у ног вышел мостик искупался мы здесь проплывали на воздушных матрасах на надувных и вот прям этот комвольный комбинат солнце долбит плохо видно наверное плохо видно да плохо ну ладно как-нибудь сниму когда пасмурно будет вот то есть вот она снт у реки практически и вот здесь вот павловский посад комвольный комбинат мне кажется шикарное место ну и смотрите чем не крепость да чем не крепость смотрите высокий берег на высоком берегу стоит замок который сейчас называется комвольным комбинатом то есть какой высокий берег река пожалуйста форпост ну разве нет и такие очертания еще действительно как будто прямо бойницы а сверху ведь бойницы ну вот почему не бойницы или так решили сделать стилистически мы будем швейный цех здесь сделаем но сделаем так как будто что он выглядел бы как замок очень интересно мне кажется ну и смотрите опять же вот здесь какой-то подземные ходы что ли что видите еще какое-то здание с дверьми какие-то коммуникации какие-то коммуникации которые вот прям у воды вот прям черный ход до запасный выход пожалуйста тоже все это у комвольного комбината у нашего есть вот смотрите вот сейчас мне кажется это вот камеру можно сейчас я попробую отдалить еще вот широкоформатную включу вот как он выглядит видны вот захватывается да вся территория с турелями с башнями и с какими-то подземными коммуникациями кстати по комвольному комбинату я делал видео причем это были видео одни из первых но не конкретно все видео у меня было про комвольный комбинат а вообще я делал про фабрики павловского посада и в том числе про комвольный комбинат кстати ну давайте я в описании под этим роликом оставлю это три года назад было представляете заодно посмеетесь это были мои такие первые шаги блогерства а сейчас у меня есть доступ даже на этот комбинат представляете у меня алексей который кормит жучку у него отец наш сторож он здесь же сторожит на комвольном комбинате их там много сторожей их в основном это сейчас комбинат под офисы к сам комвольный комбинат небольшой там в основном вся территория раздана под офисы и под всякие там производства там мебель делают какие-нибудь там пластиковые пакеты еще что-то вот и в принципе ну естественно вряд ли в помещении меня он пустит хотя не знаю но по территории во всяком случае прогуляться я точно могу но как-то я вот все откладываю но потом потому что ну что у меня здесь сторож есть мне сейчас лучше съездить в александров лучше еще куда-то а на самом деле может быть действительно взять мне и сходить на этот комвольный комбинат что-нибудь поискать посмотрите жучка здесь нашла такую вот куклу кто из советского союза родом тот должен помнить только она выцвела на солнце причем смотрите синий пластик вообще не выцвел а вот то что белая он был такой розоватый розовый помните вот у меня точно код такой в детстве был вот это раритет висит здесь кто-то повесила вот на проволочке вот такой вот раритет все игрушки конечно по выкидывали у него еще глаза вот так брейк 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 брейкались то есть переворачиваешь и зрачки у него тоже переворачивается прям ностальгия ну и вот что мы имеем на данный момент начали уже обшивать стены ветровлагозащитой на этом хочу ребят с вами попрощаться до новых встреч увидимся в будущем пока